Ну, здравствуй, кошачек! Земля-то слухами полнится. Помочь Бабе Еге сварить волшебные зелья, да непростое. Ингредиенты – редкие растения, название со сложным написанием. Таково задание. Справишься – переходишь на следующий уровень. А там уже Илья Муромец и волшебные стрелы со словами, правильными и написанными с ошибками. Обучающую игру для детей придумала команда молодых самарских разработчиков и преподавателей. Помимо обычных игровых заданий, классических вариантов, то есть классического прохождения квеста, ребенок еще выполняет задания по орфографии. Вся образовательная часть соответствует образовательной программе и создается опытными педагогами. Игра рассчитана для планшетов и смартфонов. От идеи до воплощения ушло около трех лет. Все приходилось осваивать буквально с нуля, делятся авторы. В России таких игр разобретают пока немного. Простор для дальнейшего творчества внушительный. Начали с темы русской, сказочно-исторической. Уже готовят следующий квест, тоже в русской теме – космической. Игроков попытаются отправить в будущее, во времена колонизации Марса. Они смогут и пилотировать космический корабль, и пройтись по другой планете, полетать среди звезд. Это будет квест по математике. Деткам придется думать, считать, решать, а также решать задания на логику, какие-то геометрические задания. Если уж современные дети и проводят много времени за играми на мобильных устройствах, то пусть это будет с пользой, решили молодые самарцы. Всего планируют создать 13 историй о путешествиях мальчика во времени и пространстве с пользой для ума. Марина Матвеевшина, Марина Кравцова, Сергей Баскин. События.